Заключительный аккорд полюбившегося иркутянам фестиваля «Джаз на Байкале» прозвучит уже сегодня. Вот уже 19-й год подряд проект открывает миру новых и талантливых музыкантов. Организаторы признаются, с каждым разом заявок становится все больше, а выбирать участников все труднее. Настолько они яркие и неповторимые. У нас география расширяется каждый год. Очень много из Сибири музыкантов, очень много из Центральной России. И вот из Донецкой республики был коллектив, у нас заявка. То есть у нас расширяется география, это очень хорошо, потому что конкурс он международный, и мы обязательно возвратимся на эти позиции. Сейчас вот в этом году у нас было более 80 заявок. Сегодня пройдет галоконцерт, которого особенно ждали в Иркутске. На нем выступит пианист и дирижер Сергей Жилин. К нему присоединится и саксофонист Игорь Бутман, который традиционно радует иркутян своим визитом. По словам маэстро, эта поездка для него особенная. Здесь замечательная публика, замечательный фестиваль, который приглашает огромное количество великолепных музыкантов со всего мира. Поэтому как только поступает предложение, то мы с радостью соглашаемся. И, конечно, должны каждый раз приготовить что-то новое, интересное. И в этом году у нас 25 лет нашему оркестру. И вот в этот раз мы приехали, приезжаем именно отметить наши 25-летие, 25 городов. И так совпало, что на нашем туре именно джаз на Байкале фестиваль проходит. Ничего бы не состоялось без компании «Н-Плюс», которая выступила в качестве генерального спонсора фестиваля. Культурная жизнь – один из важных столпов, на котором основывается энергохолдинг. Об этом не раз говорил российский промышленник и меценат Олег Дерипаска. Для компании «Н-Плюс» важно поддерживать такие яркие проекты в городах ответственности. Эти проекты делают жизнь иркутян интереснее, богаче, ярче. Ведь именно джаз на Байкале ежегодно собирает единомышленников, которые потом творят музыкальную историю страны. Элина Собейникова, Артур Ощупкин. Новости сейчас.